Фильм Ника Уиллинга Эдвард Бэрнс Дженнифер Элли Подожди, ты забыл завтрак. Иди. Джон Капеллос И впервые на экране Рошель Лефевр в роли В фильме также снимались. Джейми Кинг Господи, бежим! Скучный день Смотри-ка, Дорин Баркер Какого чёрта? Перестань, она подумает, что это я Ну и что? Это не преступление У неё классный фасад Абель, только что от двух ребят поступило сообщение. Поезжай, проверь Ну и что у вас было вчера? Ничего у нас не склеится У нас разные желания Ты всё это решил с первого свидания? Понимаешь, она хочет только разговаривать Если девчонка хочет только разговаривать, это не значит, что ты должен назначать дату свадьбы Я живу твоей жизнью, Эйб Печально, но факт И мне не хватает секса Тогда добирайся с собственной женой Моя жена, она меня запилила совсем Посмотри-ка Вижу И что нам с ними делать? Не знаю Может, вытащим его? Нет, надо сфотографировать Давай свяжемся с Кенни по рации Пусть приедет сюда с фотоаппаратом Фотомастерская открывается только в 10, и у Кенни нет мобильника Тащи, тащи Вот это да Да уж Не знаешь его? Наверное, это парень из Хэддонской школы И что же нам теперь делать? Не знаю Ждать, пока с другого конца графства не приедут криминалисты Наверное Что за черт? Кровь? Да, это странно А это еще что такое? Понятия не имею Не знаю, что-то здесь не так Может, его убили? У меня такое чувство Да Или же это самоубийство Видишь? Что? Парнишка Вон там, в лесу Не вижу Могу поклясться, я видел парня Что с тобой? Ничего Все в порядке Жуткое местечко Мне всегда здесь страшновато Не бойся, Джои Ты же при пушке Убийство Предательство Месть Призраки Ведьмы Секс Наркотики Ебай на шпагах Найдете что-нибудь со всем этим набором Меня это устроит Сегодня утром в реке нашли труп Говорят, что это Гаспирс Господи Говорят, он покончил с собой Кто говорит? Я это услышал от декана Способный мальчик, безусловно, но Последние недели он вел себя как-то странно То есть Не менял одежды Не ходил на занятия Лежал целыми днями в постели Понимаете ли, он жил в корпусе Чокхаус Вообще-то Не понимаю Это имеет какое-то значение? Это у нас самый почетный корпус У нас их четыре Шарп Отто Дентон И Чок Все хотят жить в Чоке Гаспирс Жил там потому, что тесты показывали у него великолепные способности В этом корпусе свои преимущества Например, у них есть горничная Горничная И свой паркинг Они могут иметь машину на кампусе Но оно того стоит Мальчики из Чока всегда первые в классе Подозреваю, что Гаспирс не был типичным мальчиком из Чока Да, он не совсем типичный Ужасно Я чувствую себя виноватым Я не разглядел, в какой он был депрессии Да, он выглядел подавленным, но Никогда бы не подумал, что он покончит с собой Речь не идет о самоубийстве, сэр Никто не произносил этого слова Да, мы не знаем, как погиб этот мальчик Если не возражаете, мы бы хотели осмотреть его комнату Да, разумеется Ты пытаешься устроить пожар? Хорошая мысль Где Кенни? Он в фотомастерской Что? Фотографий не будет? Почему? Шеф приказал его не беспокоить Не тратьте на это слишком много времени Нам нужны фотографии Было сказано именно так Ну и бардак Никак не ожидал И это с горничной Извините Это комната Августа Пирса? Это его комната? Да Вы с ним дружили? Так это комната погибшего Думаешь, она что-то знает? Мило Так что же мы должны искать в этой комнате? Понятия не имею Ничего, ничего не трогайте Предоставьте это мне Успокойся, Феррис Мы ничего не сломаем Я ничего не сломаю Понимаешь, все как-то странно Декан говорит У парня были проблемы А комната у него в полном порядке Ну-ка, ну-ка Нашел Травка Парень покурил травки Пошел погулять И утонул Так что ли? Возможно здесь убийство А ты готов принять версию несчастного случая? Ты же слышал, что сказал декан Парень был неудачник Он сказал, что парень был нелюдим Большая разница, Джои Извините, мисс Хочу попросить вас об одолжении Если хочешь, Эйп, я возьму у нее телефончик для тебя По-моему, это ты на нее запал Я могу освободить вас от этой пленки Я сама проявлю Но если хотите забрать, забирайте Может быть, вы забросите ее в участок Разумеется, предъявите нам счет Что вы здесь преподаете? Фотографию и английскую литературу Вы здесь учились? Нет, нет Никто в городе не ходит в Хэдден Мы даже не любим просто бывать здесь Как-то неприятно здесь Хэдден, наверное, особенный Да, есть немножко Знаете, я видела Августа Пирса вчера вечером Где? В лесу С еще одной ученицей, Карлин Линдер И они ссорились Они встречались? Не думаю Что-нибудь еще можете сказать? Нет Я просто подумала, что вы должны это знать Что ж, спасибо Да С Карлин будьте поделикатнее Она хорошая девочка Ах... Да-да, я сказал, что буду, но я не могу. Придется тебе поменять планы. Мэрибет, послушай, это серьезно. Весь департамент этим занимается. Да, все, о чем мы говорили. Новые звания, зарплата, полный набор. Да. Скажи своей маме, что я прошу прощения. Абель. 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 Здесь есть кто-нибудь? Да, я тебя слышу. Хорошо, мы будем через минуту. Шеф хочет, чтобы мы вернулись в участок. Вы пришли. Отлично. Абель, тебе надо сейчас же поехать в аэропорт, встретить отца этого парня и привезти его в гостиницу Хэдден Инн. Джой? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уверена... Совершенно в этом уверена... Пальто еще мокрое... Испортилось, наверное... Он купил его в секонд-хенде... Мы еще спорили, кому она достанется... Естественно, победил он... Естественно... Спасибо... Карлин... Карлин... Все нормально? Хочешь, подвезу до кампуса? Нет, спасибо... Я пешком... Расскажи мне, Агаси... Что рассказывать? Во всем виновата я... Почему ты так решила? Мы поссорились... Я была отвратительна... Мы обзывали друг друга страшными словами... Я так разозлилась... Что позволила ему уйти... Даже не пошла за ним... Ты не видела, что произошло? Не видела... В таком случае ты не можешь быть уверена... Он писал мне записки все время... Просто так... Если бы он решил сделать это... Он написал бы мне... И пальто... Он оставил бы его на берегу... Аккуратно сложил бы и оставил... Он бежал от меня и свалился в воду... Это ты рассказал его отцу? Почему он должен думать, что его сын покончил с собой... Когда он этого не делал? Я хотела, чтобы он знал правду... А ты уверена, что правда именно это? Высадите меня здесь, а то у нас комендантский час... Хорошо... Это я, Гарри! Всего лишь я! О господи! Какого черта ты здесь делаешь? Ты перепугала нас до смерти! Я вас перепугала? То думал я кто? Ребята подумали, что это медведь! Что у тебя на лице? Кровь! Это ничего! Это моя кровь! Мы здесь играем! У нас здесь сбор! Тебе придется дать слово, что ты никому не расскажешь! Конечно! Даю слово! У тебя все пальто мокрое! Это пальто газ и пирса? Ну и что? Тебе нельзя его носить? Ты будешь мне говорить, что мне можно, а что нельзя? Гарри! Иди к своим друзьям! До завтра! До завтра! Можно присесть? Садись. Эти хэддонские идиоты в соседнем вагоне достали меня. Я как раз туда еду, в хэддонскую школу. Да, но ты не идиотка. Вот в чём разница. Меня зовут Гаспирс. Родился 7-го числа, 7-го месяца, и мне феноменально не везёт. Загадай число от 1 до 20 и не говори мне. Ну, загадывай. Загадала. Три. Правильно. Правильно, да? Да, правильно. Простая вероятность. Большинство людей выбирают либо 3, либо 7. Я не большинство. И давай прекратим. Мне неинтересно с тобой флиртовать. С тобой неинтересно. Понятно. Ты, ты... Ты неинтересно. Ты неинтересно. С тобой неинтересно. Три. Ты неинтересно. Три. О чем с тобой шеф говорил вчера? Он сказал, что парень, скорее всего, свалился в реку выше по течению, и его принесло туда, где мы его нашли. Откуда он знает? Он что, был там? Послушай, в сентябре-ноябре прошлого года парень пять раз обращался к медсестре по поводу мигрени и принимал антидепрессанты. Он был рассеян, угрюм, сторонился ребят. Его успеваемость упала. Откуда у тебя эти сведения? Вчера Глен показал мне его личное дело. Шеф! Тебе надо завести такую штуку. Делает потрясающий капучино. Хочешь? Нет, спасибо. Что там насчет несчастного случая? Кто говорит про несчастный случай? Судя по медицинской истории парня, это похоже на самоубийство. Ты не думаешь, что кто-то мог приложить к этому руку? Никаких указаний на убийство нет. Да ладно, шеф, ты же сам не веришь в это. Верю. И в Хэддонской школе все верят. Это само собой. Брось, Абель. Не хочу копаться по-дилетантски в психологии, но не кажется ли тебе, что вся твоя озабоченность в этом деле как-то связана с твоим братом Фрэнком? Скажи, пожалуйста, вы с Гассом встречались? Нет. Мой бойфренд Гарри. Но я не могу с ним говорить о Гассе. Он ревнует. Мы с Гассом часто приходили сюда. Почитать и покурить. Перемыть косточки однокашником. С ним как будто ушла половина меня. Я хотела провести с ним рождественские праздники. Мы думали поехать в город и посмотреть три кино подряд. И поесть. До отвала. А как Гарри отнёсся к этим планам? Не одобрил. Но мне было всё равно. Можно задать тебе вопрос? О чём вы с Гассом спорили в тот последний вечер? Может, это даст зацепку? О дурацкой вечеринке, на которую его не пригласили. О Гарри, которого он осуждал. Хотя Гарри, правда, иногда ведёт себя как дурак. О Гарри, которого он осуждал. Ну, как ваша оргия? Какая оргия? Бутылка пива и танцы дураков вокруг кастро. Ты уверена, что тебе позволено хотя бы поговорить со мной? Что ты хочешь сказать? Твой бойфренд не застукает нас вместе. Шалуни. Остерегайся его. Он чудовище. Кто, Гарри? Я думал, ты умнее Карлин. А ты такая же, как все. Лучше быть как все, чем как ты. С тобой никто не хочет сидеть рядом. Почему ты не моешься? Ты жалок. Все говорят, что ты лузер. Я не то хотела сказать. Нет, то. Ты именно это хотела сказать. Давай не будем общаться какое-то время. Нам обоим это пойдёт на пользу. Сделаем перерыв. Если бы я думала, что он убил себя, я бы этого не вынесла. Сделаем перерыв. Чёрт. Здравствуйте. Да, мы займёмся этим сейчас же. Здравствуйте. Я принесла фотографии, что вы хотели. Спасибо. Я хотела бы показать ещё кое-что. Эту фотографию? Да, я подумала, странная фотография. Похожа на лицо. Может быть, изображения как-нибудь наложились? На плёнке уже что-то было. Дважды щёлкнуло на одном кадре? Да, дважды щёлкнуло. Возможно. Если вы не против, я попросил бы нашу лабораторию взглянуть. Конечно. Надеюсь, здесь просто какая-то ошибка. Но у меня это не выходит из головы. Как-то неприятно. Вы же не думаете, что он покончил с собой? Почему вы так считаете? Не знаю, чувствую. Скажем так, я не предубеждён. А вы какого мнения? Не самоубийство, надеюсь. Иначе жалко Карлину. Послушайте, не подумайте чего-нибудь. Ну, может быть, поужинаем как-нибудь вместе? Ничего особенного, просто поужинаем. Я выхожу замуж 17 июня в зале приёмов в отеле. Жаль. Если вспомните что-нибудь в связи с этим делом, позвоните мне. Моя карточка. Там мой телефон. Позвоню. Любители обычно после проявителя опускают бумагу в воду. Если раствор слишком холодный, то эмульсия может поплыть или потрескаться. Особенно в зимнее время. Думаешь, она неправильно проявляла? Надо было принести плёнку мне. Видишь? Что это, по-твоему? Трудно сказать. Здесь сказано, что в лёгких у него нашли фекалии. Человеческие? Сто процентов. Помнишь, ты ещё был шефом, и пару лет назад проводили экологические исследования на реке. В городе ввели самые строгие во всей стране законы об очистных сооружениях. На Мейн-стрит пришлось поставить совершенно новые отстойники. Дороговато вышло. Но с тех пор вода в реке чистая. Да, об этом я и подумал. Как ты вообще? Как твоя нога? Нога в порядке. Я подумал, может быть, сходить к Фрэнку в выходные. Я не был у него сто лет. Сходи, сынок. А ты когда-нибудь... Когда-нибудь вспоминаешь его? Иногда. Слушай, я здесь еду готовлю. Созвонимся. Да, папа. Будь здоров. СООБЩЕНИЯ 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 КОНЕЦ Эй, парень! Парень! Стой! Подожди минутку! Никаких следов. КОНЕЦ Ты когда-нибудь думаешь, что будет потом? КОНЕЦ Надеюсь на повышение в Хэддоне, а когда-нибудь получу должность в университете. Я имею в виду после смерти? Ну, если повезет. Нас обоих похоронят на кладбище Хэддонской школы. Как ты понял, что я тебе подхожу? Почему ты так уверен? В каком смысле? Что за вопрос? Я это знаю, и все. С тобой у меня улучшается настроение. А у меня настроение улучшается от мороженого. Вот. Вода чистая, в ней только следы рыбной икры и водорослей. Больше ничего. Фактически, ее можно пить. Спасибо, Мэтт. Да, еще кое-что. Я нашел этот форменный шарф Хэддонской школы у моста. Может, на нем ничего, но почему бы не проверить? Да, конечно. Взгляни на это. Человеческие экскременты. Найдены не в речной воде, а в легких у мальчишки. Это тебе о чем-нибудь говорит? Мэри Бетт хочет, чтобы я в выходные подежурил сверхурочно за поездку в Диснейленд. Это тебе о чем-нибудь говорит? Парень не покончил с собой и не утонул в Хэддоне. Значит, ты думаешь, он утонул в другом месте и был потом сброшен в реку? Мальчик утонул в реке. Самоубийство. Все. Я поговорю с ним. Я не верю своим ушам. Да, я понимаю. Давай переоденемся в цивильное и по пиву. Постой, ты же говорил, мы попьем пивка? Подожди секунду. Спасибо. Вот, съешь конфетку. Ты что, смеешься? Теперь ты тоже получаешь откаты? Идиот. Город много чего получает от школы. Почему бы нам не попользоваться? Потому что мы полицейские. Да ладно тебе. Мы для них как департамент личной охраны. И должны получать за свои услуги. Какие услуги? Не копать, если они просят? Да брось ты. Ты слышал, что сказал шеф? Дело закончено, закрыто. Для тебя может быть. У тебя ведь нет троих детей, правда? И жены, которые пилят тебя каждый день. Давай деньги, давай деньги. Нервы уже не к черту. Это ничего не меняет, Джои. Сделай одолжение. Останови машину, я выйду. Ради бога, не строй себя. Останови эту чертову машину. Я вам кое-что принесла. Можно войти? Да, конечно. Что вы думаете об этом? Вы полагаете, Гас хотел нам что-то сказать? Думаю, да. Или мы с вами оба спятили. Почему вы пришли ко мне с этим сегодня? Почему не подождали до утра? Я не могла ждать. Правда? Правда. Правда. Люба. Правда. Редак. Правда. Правда. Он отправился. Ну же, давай Пожалуйста Холодный фронт надвинулся на нас и температура понизилась Объявлено штормовое предупреждение Здравствуйте Это Карлин, знакомая Гасса Можно мне с вами поговорить? Конечно Хорошо Хорошо У них был дурацкий ритуал посвящения Тайное общество Они вычитали о нем у какого-то француза 16 века Мартена де Паскуали Они называют себя Орденом Избранных Уборство И твой друг Гасс состоял в этом обществе? Гарри говорил, что Гасс это ошибка Он прозвал его Плутом Потому что непонятно, можно ему верить или нет Натаниэль Глаз И Гас Пирс Они должны сделать то, что им будет очень противно Тогда они будут с нами Они братья Навеки Сегодня ночью Вы должны убить кролика и выпить его кровь А если я не хочу убивать кролика? Есть только один способ не проходить инициацию Но при этом остаться в обществе, сохранив все привилегии Усовершенствовать трюк, который наш славный основатель, доктор Хауи Заставил проделать свою жену в обмен на свободу У женского корпуса растут белые розы Тебе нужно сорвать белую розу и на наших глазах превратить ее в красную Превратить белую розу в красную? Сейчас зима, они не растут Тогда любую другую белую розу Но превратить ее в красную Я бы и пытаться не стал плут Легче убить кролика Понимаете, Гассу это понравилось Он умел делать фокусы Его отец научил Ему ужасно хотелось утереть нос Гарри Ты там? Входи, можно Ты готова? Только надену пальто Зачем ты фотографируешь пустые комнаты? Странно, правда? Что именно? Пятно Это отпечаток пальца, да? Да Это отпечаток большого пальца Пошли, а то опоздаем Мистер Пирс, спасибо, что согласились поговорить Не за что Чем я могу вам помочь? Я стараюсь собрать как можно больше сведений о Гассе Мне сказали, что он любил делать фокусы Да, я научил его кое-чему Я когда-то выступал с фокусами по выходным Знаете, детские утренники и все такое Я тогда преподавал в старших классах У Гасса хорошо получалось? Да, у него был дар Ловкость рук Карточные фокусы А что? А фокус с превращением белой розы в красную? То есть, с изменением цвета? Нет Такому фокусу я его не учил Я это не умею У него есть братья и сестры? Я бы поговорил с ними Нет, он был единственным ребенком Ладно Я позвоню, когда будут новости Еще раз спасибо Не надо было посылать его в эту проклятую школу Я позвоню, когда что-то узнаю Где мне найти мистера Хермана? Здесь, сэр Эрик Херман? Да, чем могу помочь? Я хотел задать вам несколько вопросов о Гассе Пирси Пожалуйста Сюда Меня интересует, не упоминал ли он когда-нибудь в разговоре? В разговоре с вами орден избранных Орден избранных Тайное общество Чокхауса Какой орден? Орден избранных Никогда не слышал Один раз он действительно приходил ко мне Начал плести что-то насчет того, что к нему плохо относятся Да, у него были какие-то синяки, но я чувствовал, что он мог сам себе нанести удары То есть вы решили, что он лжет? Мы чувствовали, что он нестабилен, в классе работал очень слабо Антисоциальный тип Честно говоря, я думал, что он не протянет до конца семестра Он и не протянул, не так ли? Я не в том смысле Какую глупость сказал Наверное, надо было быть к нему повнимательнее Вы ведь в какой-то степени отвечаете за этих ребят Как учитель Да, учение — это не только получение знаний Это еще и школа жизни Меня всегда вдохновляли спартанцы Особенно 300 из них Спартанцы? Да Вы о них знаете? Граждане Спарты, 4 век до нашей эры Я знаю, кто они такие Но какое отношение они имеют к Гасу Пирсу? Своей молодежи они внушали, что индивидуализм сильно переоценивается Мы сильнее, когда мы вместе Я думаю, что здесь нам немного удается воспитать в детях общинный дух Благодарю вас, мистер Херман Прости меня Это была ошибка Я поддалась порыву Это было опрометчиво Я начала то, что... Не могу продолжать Хорошо Я понимаю Прости Нет, нет Не могу Почему? В чем дело? Я не могу Я не могу лгать ему Ну, значит, не лги Скажи ему правду Скажи ему о нас Я не хочу все разрушить Мне нравится моя жизнь здесь Мне нравится моя работа Больше всего на свете я люблю учить детей Не вижу связи Я не прошу тебя оставить работу Не прошу Я не могу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ты почему не собираешься? Я не поеду Не хочешь поехать со мной к отцу кататься на лыжах? Мы же все решили Вообще-то, это ты все решил Согласен, я эгоист Но я хочу, чтобы ты поехала туда со мной Я передумала, вот и все Ну и черт с тобой Я возьму кого-нибудь другого Возьми Натаниэля или Робби Все равно ты предпочитаешь их общество Карлин Ты не поехал домой на каникулы Я хотела остаться с Гасом А родители не будут скучать по тебе Они даже не заметят Ну что ж Найдем тебе занятия поинтереснее на это время А мне не скучно Я хочу, чтобы ты поехал на каникулы Я хочу, чтобы ты поехал на каникулы Карлин Что ты там делаешь? Все нормально Лед не треснет Я не был бы так уверен Не треснет Гас спасет меня Ну хватит, девушка Давай-ка уйдем с этого льда Я чувствую, как подо мной движется вода А что, если лед сломается, ты упадешь в воду И я не смогу спасти тебя? Иди на берег Я же сказала Гас спасет меня Карлин Гаса нет Гаса нет Привет. Работаешь по ночам? Чтобы остальным было стыдно. Для этого уже слишком поздно. Эйб, не надо было брать тебя с собой, чтобы ты ни о чем не узнал. Все мне говорили. Я думал, что ошибкой было брать деньги. Ты хочешь, чтобы я сказал, что парня убили? Отлично, его убили. А может и Фрэнка тоже убили? Может кто-то застрелил его? Ты это хочешь услышать? Нет, просто здесь что-то не так. Фрэнк, никто не хочет копать это дело дальше. Я не знаю, что делать. Ума не приложу. Глент Айсон наверняка знает, что делает. Отец парня не верит, что он убил себя, папа. Ты чувствовал тоже, когда Фрэнк погиб? Я не помню, что я чувствовал. Да, наверное, так и бывает. Люди не хотят смириться. Ты никогда не говорил, почему ты думаешь, что Фрэнк покончил с собой. Я не знаю, почему он это сделал. Но ты, наверное, об этом думал. То есть, ты думал, что это был несчастный случай. Ты удивился? Я хочу сказать, что ты не считал, что Фрэнк способен на что-нибудь подобное. Это было очень давно. Господи Боже мой, просто мы никогда не говорили об этом. Мне все эти эмоции ни к чему. Лучше прошлое не ворошить. Не ворошить? Что толку? Что прошло, то прошло. Но ведь он был твой сын, черт возьми. Я просто хочу знать, что ты чувствовал. Мне было стыдно. Вот что я чувствовал. Он был слабак. И мне было стыдно. Фрэнк Грей Фрэнк Грей Я не собиралась отдавать вам это, но потом поняла, что Гасу это уже не повредит. Я нашла это в его пальто, но я не думаю, что это его. Он не употреблял кокаин. Почему ты думаешь, что это кокаин? А что же это еще? Кристаллы анилина. Кристаллы анилина? Я сразу понял, что это не героин. Может быть, кокаин, смешанный с пищевой содой. Но это оказались анилиновые кристаллы. Такие же мы нашли на теле и на одежде парня. Красное вещество у него на груди? Это все было в отчете. Но не в том, который я читал. Ладно. Скажи мне, Мэтт, где можно достать эти кристаллы анилина? В любой аптеке. Спасибо. 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 Просто и эффектно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, незнакомка. Хорошая прическа. Врёшь. Надо было тебе ехать с нами. Было здорово. У меня для тебя кое-что есть. Зайди ко мне. Надеюсь, это что-то хорошее. Кто их прислал? Я их купила. Но сейчас я хочу красные розы. Преврати их в красные. Попробуй. Гас мог. Правда? Если ты намекаешь, что я имею какое-то отношение к тому, что случилось с Гасом, то ты ошибаешься. Я не стал бы мораться. Я не думаю, в отличие от тебя, что это такая уж большая потеря. Я не знаю. Ты не знаешь, что это мой стол? Ты ничего не хочешь мне сказать, Джои? Мне нечего сказать. Ты ничего не прячешь? Это форменный хэддонский шарф. Да, и здесь сказано, что на нём найдены следы человеческой крови и фекалий. Их сравнивали с материалом Пирса? И что это за инициалы НГ? Ты всё это проверил? Какое это имеет значение? Дело закрыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я звонил насчёт списка учащихся, живущих в чок-хаусе. Привет. Здравствуй. Как дела? Нормально, надо полагать. Всё хотела встретить тебя ненароком. Как идёт расследование? Да нет никакого расследования. Извини. Вкусный бургер? Ничего. Тебя зовут Натаниэль. Натаниэль Глаз. Инициалы НГ. Я надеюсь, ты приснишь мне кое-что про Гасса Пирса. Я ничего не могу сказать. Мы нашли твой шарф. У моста. Недалеко от места, где вытащили тело Гасса. На шарфе были следы крови и фекалий. Объяснишь мне, что это значит? Да. Это мой шарф. Я его потерял. Натаниэль, парень мёртв. Расскажи мне, что произошло этой ночью? Все же говорят. Он прыгнул в реку. Завтра утром придёшь в участок и напишешь это в заявлении. И подпишешь его. Почему? Если до того захочешь поговорить. Я не понимаю, почему я должен. Вот мой телефон. Не стесняйся. Звони. Абель. Звони. Продолжение следует. Абель. Натаниэль. Я хочу поговорить с вами. Это правильно, Натаниэль. Я слушаю. Натаниэль. Я не сделал ничего плохого. Вы это знаете. Кто здесь? Хватайте его. Натаниэль. Натаниэль. Я ничего не сказал. Не подскажете, где мне найти Натаниэля? Полагаю, вы не там ищете. Я пришёл к Натаниэлю Глассу. Вам не повезло. Он в больнице. Сегодня утром он упал с лестницы. Оступился. Очень неудачно упал. Они здесь все носятся, как будто за ними гонится бык. Ты надавил на него, да, Эйб? Не послушался меня. Мальчика сильно избили. Он упал. Он сам это говорит. Да, потому что он боится. Ты хочешь сказать, что Пирс погиб из-за того, что их ритуал пошёл как-то не так? Репутация школы пострадает. Так мы об этом печёмся? Об имидже школы? Тебе известно, что Хэдденская школа сделала пожертвование, которое позволит городу начать строить медицинский центр. В следующие выходные будем это отмечать. Мне плевать. Моё оружие. Жетон. Я увольняюсь. Я увольняюсь. Что вы делаете? У тебя есть пара минут, пока лёд не треснет, и ты не уйдёшь под воду. Стой на месте. Ты никуда не двинешься, пока не расскажешь кое-что. Отпустите меня, пожалуйста. Слушай, Гарри, река вся промёрзла ниже по течению, и когда ты попадёшь в воду, до города доплывёт уже только твой труп. Прошу вас, отпустите меня. Расскажи, что случилось с Гассом. Гасс был придурок, плевать на Гасса. Из него бы всё равно ничего не получилось. Откуда ты знаешь? Рассказывай, как всё было. Живо. Гораз, тиби, агамас, домине. Плут. Хватайте его. Пустите, пустите! Отпустите! Отпустите! Ну как тебе там, умник? Не давайте ему поднимать голову. Отпустите его, он не шевелится. Что и требовалось. Он захлебнулся. Заткнись. Когда мы его оставили там, он был жив. Я говорю правду. Я не убивал его. Это правда. Я не делал этого. Поверьте. Прошу вас. Ты лжёшь. Я заставлю тебя заплатить за содеянное. Мне нелегко говорить, мистер Пирс, но я знаю, кто убил вашего сына. Знаете? Но дело в том, что это знание снискало мне нелюбовь ближних, и я ушёл из полиции. Сожалею, что так случилось. Поэтому я не могу привлечь этого негодяя к ответственности. А вы можете. Вы могли бы возбудить гражданское дело против него. Его зовут Гарри Маккенна. Он утопил вашего сына. Мы можем заставить его сознаться. Были свидетели. Я вам кое-что покажу. Я всё никак не мог разобрать его вещи. Но когда вы позвонили, я нашёл вот это. Это китайская шкатулка. Фокусники с её помощью заставляют вещи исчезать. Надо знать, как с ней обращаться. Это предсмертная записка. Карлин. Я знаю, вы хотели доказать другое. И, видит Бог, я тоже хотел. Но вот записка. Я думаю, надо отдать её Карлину. Когда мы его оставили там, он был жив. Я говорю правду. Это правда. О, господи. Я мог бы догадаться. Ты же мошенник. Крэп. 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 Поехали. 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 Абель. 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 Что? Мне нужна твоя помощь. Абель. Фрэнк. Фрэнк, пойдём ловить рыбу. Со мной тебе нельзя, Абель. Не говори никому, что у меня есть ружьё. Никому не говори. Поклянись. Я клянусь, Фрэнк. Молодец. Вот. Я хочу отдать тебе это. Наконечник стрелы? Ты клянёшься? Клянусь. Молодец. А сейчас ступай домой. Увидимся позже. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok. Молодец. КОНЕЦ Есть кто-нибудь? КОНЕЦ Я убирался в гараже, нашел лишнюю лопату, подумал, может, тебе нужно Выпьешь кофе, папа? Нет, спасибо, мне нужно идти Такое странное ощущение Когда уже знаешь, что то, что казалось тебе зацепками, уликами Таковыми не является В то утро я помню, как Фрэнк встал и приготовил себе сытный завтрак Поджарил хлеб с яйцом Потом пошел мыть машину Знаешь, папа, я ведь пошел с ним за ружьем Он сказал, что хочет потренироваться в стрельбе на меткость Поэтому я пошел с ним Я даже влез в окно и стащил ружье Он нехорошо поступил Все так и было, папа Это я принес ему ружье Я помог ему сделать это Нет, он хитростью тебя заставил Я чувствовал в то утро, что что-то не так Потому что он обнял меня Сам он не любил, когда его обнимают Даже когда был маленьким Не любил и все Дорогая Карлин, не жалея обо мне и не жалея меня Я всегда был чужим в этом городе Я уверен, все у тебя будет хорошо Эта школа недостойна тебе Привет Гарри выгоняет из школы Говорят за то, что он избил на туннеля Но на самом деле за то, что он как-то связан со смертью Гасса Нет, нет Гарри не имеет отношения к смерти Гасса Это был несчастный случай Никто не виноват И меньше всего ты Откуда вы знаете? Когда обследовали то место на берегу, куда Гасс приходил курить Нашли камень с его кровью рядом с его следами Похоже, он поскользнулся и ударился головой о камень Бедный Гасса Сочувствую Бедный Гасса Бедный Гасса Бедный Гасса Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Приветствую вас и благодарю за то, что вы пришли Мне выпала честь передать городу пожертвования на строительство медицинского центра графства Хэдден Пятьсот тысяч Здравствуй Помнишь меня? Как не помнить? Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»